Свенска Дагбладет, Швеция Женщины воевали на фронте против ИГИЛ, теперь США их продают Йенни Нурберг, Свенска Дагбладет, Швеция 23 октября 2019 года США и военные, и демократы, и республиканцы стыдятся того, как страна предала курдов и другие меньшинства в Сирии Но это не значит, что кто-то хочет или может заставить Трампа изменить решение Студентки Ниши 21 год Ее оружие, автомат Калашникова, а еще ей часто приходится иметь дело с тяжелым советским пулеметом Ее отряд состоит исключительно из женщин Ее мечта, самое обычное человеческое желание, которое, правда, порой называют нереалистичным Она хочет, чтобы у мужчин, женщин, у представителей искомного населения и прочих граждан, у всех были равные права и чтобы люди разных религий и меньшинств могли жить вместе В одной стране на Ближнем Востоке Сама она считает, что у нее нет другого выбора, кроме как рисковать жизнью за эту идею Потому что какой еще может быть выход, когда террористы насилуют и порабощают женщин и детей А всем, кто не хочет признавать истинное учение, перерезают горло Ниша относится к христианскому меньшинству Северной Сирии и служит в рядах сирийских демократических сил, СДС, где сирийцы воюют бок о бок с курдскими и арабскими отрядами Сейчас Сирию бомбит Турция, и десятки тысяч людей отчаянно пытаются бежать с севера страны Мы звоним Нишу по телефону, застав ее на пути от Эль-Камышла к границе Мы чувствуем себя совершенно покинутыми, мы растеряны Я боюсь, мы пострадаем сильнее всех, нас могут полностью уничтожить На мировой политической арене Ниши и курдам кое-кто сочувствует, но друзей у них практически нет Это стало ясно, когда Дональд Трамп приказал американским солдатам отступить и позволить туркам атаковать контролируемые курдами территории Когда США понадобилось напасть на Ирак, они отлично воспользовались тем, что Саддам Хусейн атаковал курдов химическим оружием Американцы прекрасно воевали бок о бок с курдами и другими меньшинствами против ИГИЛ в Сирии Курды по-прежнему охраняют американские базы Но теперь, когда Турция нападает на их братьев и сестер по оружию, американцы решили отойти в сторону Жестокая этническая чистка среди эзидов и христиан ужаснула весь мир и вызвала всеобщее сочувствие к этим группам населения Многих восхитило и то, что женщины из числа разных меньшинств сами взялись за оружие и воевали на фронте против ИГИЛ Их участие многое значит, считает шведско-курдский физиотерапевт и писатель Дарпек Кабани Дарпечь Кабани, без женщин мы бы не победили в борьбе с ИГИЛ, вот что я скажу Женщины были злейшими врагами ИГИЛ Быть убитым женщиной, это величайшее унижение, которое не дает павшему автоматически попасть в рай в качестве мученика Дарпек Кабани рассказывает, как он сам однажды попал в засаду ИГИЛ, когда помогал при строительстве больницы и водил скорую помощь в Сирии в 2015 году Я до смерти испугался У меня пересохло во рту, мне хотелось пить и в туалет, перед глазами у меня были лица близких, а вокруг умирали люди, мы были окружены Тогда ко мне обратилась женщина-офицер Ну, давай же, тут всего 25 метров, сказала она, сделаем это вместе Поднимайся Она вернула мне мужество И они выбрались оттуда В тот раз Но теперь курдов, женщины меньшинства, которые участвовали в этой борьбе, продали По той простой причине, что с политической точки зрения они бесполезны для США Американские военные молчат, но неофициально многие из них дали понять Они стыдятся того, что предают своих союзников Несколько влиятельных республиканцев в Вашингтоне даже открыто выразили резкий протест президенту Но поскольку Трамп как раз пытается избежать импичмента, республиканские сенаторы пока не рискуют сильно на него нападать Однако это не значит, что в будущем республиканцы будут сильнее давить на него, чтобы заставить изменить решение по Сирии Дело в том, что во внутренней политике это никому особой выгоды не принесет Им главное, чтобы никто не бомбил американцев или их союзников Ранее на этой неделе Трамп издал указ, который сводится к тому, что Турция своими атаками не должна вредить меньшинствам Иначе Соединенные Штаты накажут ее экономическими санкциями Это, конечно, довольно абсурдно, ведь само турецкое наступление направлено на курдов А бомбардировки, это вам не компьютерная игра, где противники помечены разными цветами, чтобы ничего не перепутать В любом случае курдов бомбить разрешено, только не гражданских Угрожая Турции санкциями, США также потребовали, чтобы ни в коем случае на свободе не оказались сидящие в плену в Северной Сирии террористы ИГИЛ В этом еще меньше логики, потому что по большому счету только вооруженные курды не дают им отправиться в Европу Ну а Европа? Там, должно быть, у курдов еще остались друзья Но нет такой страны, которая хотела бы начать войну с членом НАТО Турцией Вдобавок ко всему Турция дает европейцам ненадежную и при этом дорогую гарантию, что поток беженцев не усилится У нас в друзьях были англичане, американцы и французы, сколько еще их должно было быть? Ошиблись ли мы в чем-то? Может, нам надо было сотрудничать с Эрдоганом? С Асадом? С Ираном? Сейчас нас окружают одни враги, рассуждает Дарпек Кабани А пока Ниша наблюдает, как рассыпается в прах ее мечта о равноправном обществе, в котором меньшинства и разные религии будут уживаться в мире и согласии Им удалось победить ИГИЛ Но в этот раз одного сочувствия и дружелюбного внимания окружающего мира будет мало Я не могу предсказать будущее Могу лишь сказать, что мы никогда не сдадимся Мы должны продолжать ради наших павших сестер Но я морю тебя как женщина-женщину и обращаюсь ко всем остальным женщинам мира Донесите души и политиков, в какой мы сейчас ситуации Мне ничего не остается, кроме как молить Наша борьба, это и ваша борьба Террористическая организация, запрещенная в России материалы на СМИ Содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ